МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работа со зворотами и показчики минулого года сегодня анализовали на посяжении Гарвы Конкама. Задачи поставлены, планы вызначены. Выники 6-го Усебелорусского народного схода обмерковывают подчас встреч делегатов с коллективами. А зараз об этом и иншим больше подробно. Сегодня на станции «Червоный берег» Жлобинского района у расиста открыли мемориальную дожку, просвеченную уникальной операции, которую здесь сняла спецгруппа Народного комиссариата Державной безопасности БССР «Храбрацы», разом с мясовыми чагуношниками. По оценках историков, эта падея на промоу поплывала на дальнейший ход Великой Айчиной. По ее выниках были проведены терминовые промоу лидеров Советского Союза и Великобритании. В «Червоном береге» побывали наши корреспонденты. Станция «Червоный берег» на Гомельшине не самая великая и не всем вядомая, але минавито тут отбылась падея, якая оказала уплыв на ход Великой Айчиной войны. Спецгруппа «Храбрацы» на территории Беларуси дейнишила с 1942 года. На рахунку свыше 100 диверсийных операций. Але самую уникальную 5 червеня 1943 года груба провела минавито у «Червоным березе». Связный чагуношник Рыгор Навуменко поведами у абсаставе, який знаходится у тупику и узмосненно аховывается. Причым усе вагоны были обклеены черным материалом, а вартовники были у супратьгазах. Диверсийная группа не у забави упустила падатхон, черный эшалон и таким чином разгадала его таемницу. Высветлилася, что у вагонах знаходзеляся боеприпасы затручувающим речвам, которые гитлеровцы плановали применить на Курской дузе. Узоры боеприпасов передали в Москву. Сначала Сталину сообщили, Сталин сообщил Черчиллю. И Черчилль сказал, что предупредил, везде где-то выступил с таким сообщением, что говорит, если Германия применит эти отравляющие вещества на Восточном фронте, то плохо будет, в общем, мягко так сказать, плохо будет для Германии из-за этого. Поэтому и при этом зальем всю Германию, как сказал Черчилль. Поэтому это было такое знаковое событие в истории Великой Джественной войны. А подвигу земляка же хары Шервонага берега ведали давно. И аж в 70-х годах при життире горы на Вуменке объем писали у часопису Неман. З наемством с ним гонорились, а пришим шмат, хто часто задавал себе пытания. Калиб на месте героя опынулся я, тез мог бы денежить таким чином. Предположим, я бы на этом месте оказался. Пошел, смотрю, валяется болганка такая, как самовар. Ну как мне ее взять, когда территория оцеплена, окружена собаки, вооруженные фашисты ходят, территория и вокруг площадь эта вся взял. Меня же сразу могли бы заметить, тут же расстреляли. Это же было какое напряжение. Мне кажется, я заикаться бы стал и речь отняла бы. Почас открытия мемориальной дошки шмат кажутся об необходности захований историчной памяти и патриотичном выховании насильництва, причем не только молоди. Военный комиссар Гомельской области Андрей Крывоносов пропонует шагуношникам укоронить новую традицию. Почас проезду про станции, где установлены такие мемориальные дошки, тройче подавать гуковый сигнал. То, что гудки – это хорошая традиция, если белорусская железная дорога решит, что именно в честь этого надо делать, то мы будем им только благодарны. Почас Великой Чинной войны на территории Беларуси дейнишили 38 спецгруппами сырьята Державной Безпеки. Об них написано шмат, хоть и в закрытых архивах, яше застается шмат неопубликованного. Это и невядомая история, может быть, рассекрешена уже в ближайший час. То, что доступно, мы даем людям, чтобы там, где написано «Подвиг», где мы не расшифруем свои, как говорится, силы. Но уже прошло 80 лет, я думаю, что ежегодно мы будем народовать наши те сведения о героических действиях наших сотрудников. Протягиваем выпуск. За минулый год Гомельский гарвыконкам и его структурные подразделения приняли больше 13 тысяч зворотов от грамадян. Это на 7% больше в 2019-м. Эту тему сегодня обмерковали по шанс посаджений в городском выконавчем комитете. Така личба обумовлена разными факторами. В 2020 год был насыщен эпидемий. Разгар пандемии COVID-19, внутреполитичное становище. Все это отбилось на тематике и колькости заяв. Людей, которые вернулись непосредственно в гарвыконкам, так само было больше, чем за минулый период. А звороты разного характера. Это не только скарги, но и просьбы разломаться, разобраться в той и иншей ситуации. Традиционная самая популярная тема – жильево-коммунальная господарка. Городские улады имкнутся удосконалить работу своих служб, чтобы оперативно выращать питания граждан. Мы поручаем службам осуществлять планирование. Самые, скажем так, самые острые темы, которые требуют ближайшего реагирования, они вошли уже в план работ на 2021 год. И в ближайшее время, я так полагаю, вы будете очевидцами той деятельности, которая будет осуществляться различными службами города. В субботу, 20 лютого, жихары региона смогут адресовать свои питания к керавництву в области и Гомеля. Промую линию проведет старшиня Гомельского обл. выконкама Енаць Соловей. Звернуться до его можно по номеру 33-12-37. А звороты от Гомельчан при имя старшиня Гарвыконкама Петр Кириченко. Телефон для совести 51-19-84. Час работы промых линий – с 9 ранницы до полдня. Делегаты Усебелорусского народного схода протягивают с встречи с гражданами, чтобы донести основные идеи форума. Старшиня областного совета депутата Катярина Зенкевич и керавник Новобелецкой районной организации объединения «Белая Русь-Любов-Ткаш» наведали гомельское предприятие «Крышталь». На встрече присутствующий идеологический актив компании. Потом они будут распространять информацию в операционных коллективах. Гости предприятия поделились уражениями от схода, рассказали о социально-экономических планах на ближайшие пять годов, головных тезисах, которые огучил подчас форуму керавник державы. Дарыша Гомельская область уже вызначила основные на керунке развития. Сегодня в области у нас уже начата работа. Мы уже утвердили четыре региональных комплекса по реализации государственных программ. Мы все делегаты услышали то, как будет развиваться наша страна. Мы услышали, что все те предложения, которые мы вносили на диалоговых площадках в регионах, в нашем областном форуме, были также донесены до делегатов и были учтены. Начальник управления Следующего комитета Республики Беларусь по Гомельской области Сергей Удовиков соустроился с коллективом Рогачевского молочно-консервного комбината. Мы этой визиту обмерковать выники Усебелорусского народного схода, на яким керавник управления присутничал, как делегат, поведомить об криминогенном, становящемся в районе и в области, и отказать на питание. Особная Сергея Удовика у закрану – питание кибермахлярства. Кожное пятое злочинство в регионе связано с информационными технологиями. Правогонник рассказал, как не стать охвярой злоумысников. Еще одна важная тема – протестная активность. Головный тезис проявлять свою громадянскую позицию необходимо только в рамках действующего законодавства. Чтобы наши граждане понимали, что у нас происходит, какие действия Следственного комитета, какая адекватная реакция. И еще хотелось бы обратить внимание, что надо ответственно относиться к своим высказаниям, в том числе в соцсетях, что эта анонимность, она мнимая, поэтому за каждое свое действие надо взвешивать и нести за него ответственность. Домы с пакватерным газовым отеплением и электродом, новые микрорайоны и сучасный приватный сектор. Будовництво у Калинковича ходи полным ходом. Марина Сверьянова побывала на головных будовницах пляцовках райцентра и доведалась, для кого произношено жилье и кольки оно каштует. У снежный лютовский день наша здымошная группа отправилась у Калинковича. Тут живя около 38 тысяч человек, а разом с районом все 50. В опоштях году райцентры стали расти не только особные шмат поверховки, заявляются целые микрорайоны. А если есть опыт, то чему не будовать? Едем у один из новых микрорайонов – Никонова-2. По атмосфере и тишине сдается, что это ускраено. На самой справе до центра пара хвилин. Ранее тут были суцельные заросники. Будовать Никонова-2 начали 6 годов тому. У девяти и пяти поверховках – 380 кватер. Шесть домов призначены для тех, кто мает потребу в поляпшении жильевых умов. Два – это доля в обладательстве и один – социальное жилье. Накеровимся в самый новый дом. Его заведением займался Мазырский домобладательский комбинат. Строился для нуждающихся в получении жилищных условий 40-квартирный жилой дом, 32 квартиры с отделкой, поэтому можем посмотреть квартиру с отделкой. За довольнением идем глядеть. До речи, кошт квадратного метра в доме – 1170 рублев. Мы сейчас находимся в трехкомнатной квартире площадью 74 квадратных метра. А площадь в остальных квартирах? Двухкомнатная – это 62 квадратных метра, однокомнатная – 41. Причем же хоры дома сами могут выращать, какая температура поветра будет у их квартир. Те дома в этом микрорайоне сделаны с поквартирным отоплением. Это дает возможность людям самим регулировать температуру в своих квартирах в любое время года. И от этого зависит квартплата. А скажите, почему решили строить дома с поквартирным отоплением? Это был запрос людей. Это экономичнее. В чем выгода? Это было как экономически, так и по тем обращениям людей, которые хотели строить квартиры с поквартирным отоплением. Да, потому что ведь часто люди, которые живут в многоэтажках, завидуют тем, кто в индивидуальных домах, потому что им можно регулировать температуру. Микрорайон расположен в таком месте, во-первых, что по экономическому теплотрассу протянуть это было довольно-таки затратно. Поэтому было принято решение построить на газовом отоплении. Такая практика будет дальше продолжаться? Скажите, если вы будете планировать еще какие-то микрорайоны? На сегодняшний день мы проектируем микрорайон с электрическим отоплением. Это уже новое новшество, которое даст еще больше выгодных условий для наших людей. Мы посмотрим, да? Да, посмотрим. Расти микрорайон, где всегда мы будем с электричным отоплением, подшнее от Ускрайны Калинквича у Бок Мазера. Покурже едем глядеть перши у райцентра «Электродом». Его будует Светлогорский домобудовничий комбинат. Кошт квадратного метра – 1400 рублей. Сдача запланирована на март месяц данного объекта. Дом сдается практически со стопроцентной полной отделкой. Дом заказчиком является Калинковичский Укс. И дом строится для нуждающихся в жилье по 240-му указу. Расти у Калинковича и приватный сектор. Эта территория, например, самая великая индивидуальная забудова райцентра. Люди с задовольнением отримывают тут участки и не откладывают будовництво. Под обязанности глядите в программе «Великая будовля». Наступный выпуск выйдет в эфир 28 лютого в 19.45 на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Марина Северьянова, Сергей Лукашук, телеродная компания «Гомель». В неделю 21 лютого будут означаться Международный день родной мовы и Сусветный день экскурсовода. На первые дни святого Палаца Румянцевых и Паскевича организовали литературную вандроку по родных мястинах знакомитых письменников «Гомельшины». Лето исполнилось 100 годов с дня народжения Андрея Макайонка. А селета установок культуры означают вековые юбилеи Ивана Шамякина и Ивана Мележа. Супрацовники музея совместно с областной библиотекой имя Ленина и домом-музеем Ивана Мележа в Глинишах подрыхтовали для гостей цикавые и малознаемые факты про творческих знакомитых земляков. Информационный ликбез мянился Викторыны и презентации электронного краезнавшего проекта Андрея Макайонок, человек-драматург-майстра. Наше мероприемство мы рыхтовали не только одними силами и с супрацовниками библиотеки, однако было бы вельми логично запросить сюда и с супрацовников дома-музея Ивана Мележа, який иснуе как филиал у Глинишах-Хойникского района. Супрацовники этого музея с Глинишча отправили нам такие завороты, экскурсию, где рассказывать про основные подеи в жизни письменника и, конечно, рассказывать про экспозицию музея. А кроме того, гонор днеородной мовы сегодня у всей экскурсии по Палаце Румянцевых и Паскевичев проходили на белорусской мове. Творение души и рук. В выставочной зале ГДУ Мяфранциска Скарына открылась экспозиция разных дравляных образов майстра Владимира Куклина. На ней представлено больше за 40 работ, створенных по канонах старожит на русских прорысов. Это как знакомитые библейские сюжеты, так и маловядомые мотивы. По боже с некоторыми иконами, першопочатковые эскизы и замалевки на паперы, тое, что легло в основу творог. Большаясь работ выкана на злипы. Это податливый материал, да и мастаку махчимость, а для устраиваться на дравляном полотне самые дробные детали. Многие вот уже идет экспозиция и приходят и говорят, мы далеки от православия. Как? Я говорю, рассматриваете это как действительно высокохудожественные работы. Когда мы говорим о движении души и рук, и ребята видят, вот там центральный подиум, да, с чего начинается. С клейки материала, с инструментов, которые специально он когда-то заказал для себя, да. Когда это эскизно, когда они понимают, что такое прориси. Владимир Куклин народился в республице Мары-Эл, скончил уфимское мастацкое училище. Удельничал в республиканских конкурсах и выставах, где проставлял картины на полотнах, шаканки по металлу и мастацкий понос древа. У 80-х переехал у Гомель. Працавал на фабрице мастацких выработок, створал интерьеры и займался рестаурацией образов. Рыхтуйте лыжи. Завтра в областном центре пройдет зимовое спортивное свято Гомельская лыжня 2021. Мероприемство прийме биатлонный комплекс «Сош» на Луговой. Там отбудется массовый лыжный забег. Проверить свою физподрыхтовку смогут все ожидающие. Регистрация удельников пошнется с 12-ти годин, а сам забег протягнется с 14-ти до 15-ти двадцати. Дистанция лыжной гонки – тысяча метров у женщин и две тысячи у мужчин. У дельники в возрасте от 60-ти годов будут сбежать 500 метров. Усе лыжники обовязаны иметь допуск от урача. А кроме того, у девять ранницы в рамках Гомельской лыжни стартует один и день безпеки. Гассеи чекают интерактивные пляцовки от воротовальников, выстава пожарной техники, ростовые ляльки, герой мультфильма «Чаронная книга», концертная программа и полевая кухня. А так само – призы и подарунки. На дворье будет сприять планам организаторов и лыжников. В выходные морозы ослабеют. Атмосферный фронт заходу переместится во уходном на Керунку и будет оттискать с территории краины холодное поветро. В нашем регионе в субботу температура поветра в нашей складе минус 15-17 градусов. В день до шести ниже и за нуль. В неделю станет еще теплей. В нашей шекается до четырех морозов в день от нуля до плюс двух. А падки в этой дне махчимы, але они будут незначными. Эти инши новинные информацию о проектах телерадо-компании «Гомель» вы можете знать на нашем сайте и интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Усего доброго и до встречи в эфире. Эфира телеканала «Беларусь-4» продолжает «де-факто» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Морозы этой ночью были сопряжены с чередой пожаров на территории Гомельской области. Всего за прошедшие сутки зафиксировано семь возгораний, повреждены шесть строений, спасен один человек. Пожары происходили и накануне усиления холодов. Так, в деревне Мотылевка Будокошелевского района горела баня. А в Калинковичах огнем уничтожена веранда и повреждена кровля деревянного дома. Пострадавших нет. Очередной пожар в этом населенном пункте случился около полуночи. Рассматриваемая причина возгорания жилого дома – нарушение правил эксплуатации печного отопления. В Добружском районе работники МЧС на снегоходе спасли потерявшегося в поле мужчину. Накануне вечером он отправился пешком к своей матери из белорусской деревни Красный Партизан в российскую Азаричи. Однако по дороге мужчина заблудился. Через три часа с начала поисковых работ путник был обнаружен. Он находился в поле и ввиду толщины снежного покрова передвигался с трудом. Чтобы доставить мужчину домой, спасатели воспользовались снегоходом «Тайга». Медики поставили диагноз «переохлаждение» и госпитализировали пострадавшего. Нетрезвого водителя преследовали накануне ночью сотрудники ДПС. Внимание инспекторов привлек Volkswagen Passat, который двигался по улице Кирова областного центра, нарушая правила дорожного движения. Погоня была недолгой. Вскоре водитель не справился с управлением и съехал с полосы движения в сугроб. Попытка дать заднюю не увенчалась успехом. Автомобиль безнадежно застрял в снегу. Водителя задержали при попытке бегства. Это 33-летний гомельчанин. На него составили несколько административных протоколов. Какая необходимость была ехать на автомобиле? Вдруг попросил приехать забрать. Сейчас проходим от свидетельствования. У доктора, так? Две промилле. Две промилле. Почти 14 тонн лома черного металла не доехали до пункта назначения. Около поселка Большевик Гомельского района задержан грузовик с черметом. Автомобиль МАН под управлением 46-летнего индивидуального предпринимателя был остановлен сотрудниками АБЭП и ГАИ. Сопроводительных документов на груз у мужчины не было. Автомобили металл были изъяты. Начат административный процесс. Это вся информация выпуска. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. Одну шайбу отыграл. Во втором периоде Бовин сократил отставание до минимума. Оформить полноценный камбэк у гостей не получилось. А Ворона Горняков выстояла. 3-2 победа Шахтера. Завтра Гомель дома играет с юностью. Начало матча в 13.00. Металлург ездил в гости к Могилеву. В первом периоде хозяева счета открыли. Во втором впереди были уже гости. 3-1. Правда, ненадолго. Могилевчане к старту заключительной трети смогли восстановить паритет. На больше их не хватило. А вот Столивары еще дважды взломали оборону соперника. Войтихов и Заломай принесли победу Металлургу 5-3. Выше пятого места Жлобинская команда уже не поднимется. Завтра им на выезде играть с Локомотивом. За право сыграть в плей-офф Металлург поспорит с Витебском. Центральный матч 15-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу пройдет в Гомеле. 21 февраля Быче на паркете Локомотива встретится с Витеном. Дружина из Орши пока не потеряла ни одного очка и возглавляет турнирную таблицу. Железнодорожники идут четвертыми. Начнется игра в 12.30. Днем ранее ВРЗ в гостях сыграет со столичной охраной Динамо. ЦКК свой матч 15-го тура проведет 6 марта соперник Борисов 900. Борьба за серебро. Завтра мужской гонбольный Гомель сыграет со столичным СКА. В таблице чемпионата страны гомельчане сейчас располагаются на второй строке, армейцы на третьей с отставанием в два очка. При этом они сыграли на один матч меньше. В нынешнем сезоне в противостоянии этих соперников паритет. Каждая из дружин одержала по одной победе. Третий поединок между ними пройдет на арене Гомельского дворца игровых видов спорта. Стартовый свисток прозвучит в 13.00. Насыщенными волейболом будут предстоящие выходные. Женщины начинают плей-офф. Мозырская жемчужина Полье съед в четвертьфинале сильнейшего дивизиона. 20 и 21 февраля сыграет с Минчанкой-2. Дубль жемчужины на этой же стадии сразится с Прибужьем. Первый матч противостояния до двух побед состоится 21 февраля в Бресте. В мужском чемпионате страны продолжается регулярный этап. В первой лиге очередные поединки пройдут гомельские бумпромы из Дюшор Энергия. Соперники, взлеты и цоркоммунальник соответственно. Матчи пройдут в субботу и начнутся в 16.00. Бумпром сыграет в Локомотиве, а Энергетики в спортзале Водоканала. В 19.00 на паркет Локомотива выйдут представители элитного дивизиона чемпионата страны. Энергия будет принимать Могилевский коммунальник. В Гомеле проходит первый тур детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой». Турнир проводится в шести возрастных категориях среди юношей и девушек. В нашем областном центре состязаются юноши 2006 года рождения. В спортивном зале гомельских тепловых сетей проходят матчи группы «Б». Кроме хозяев волейболистов с душер Энергия, борьбу за выход в финальный этап ведут команды из Гродно, Минска, Орша и Солигорска. Всего пять дружин. Награды будут оспаривать по две лучшие из групп А и Б по итогам двух туров. Гомельчане настроены быть в квартете сильнейших. Задачи ставим высокие – выйти первоначально из группы, потом рассчитываем на победу. Первый тур завершается завтра, а второй пройдет в марте в Солигорске. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.